Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро-расклад для мужчин на тему «За что она готова раскаяться? В чем готова признаться?» Загадывайте вашу женщину, вспомните ее образ, мысленно притягивайте ее сейчас сюда. Посмотрим все ваши женщины, тайны, в чем готова она раскаяться. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий я читаю, каждый комментарий для меня очень ценен и очень важен. Спасибо вам огромное за подписку, потому что подписываясь на канал, я вижу, что выпускаю ролики не зря. Я вижу то, что мои ролики вам нужны и вы черпаете для себя какую-то необходимую информацию, что я делаю все не зря. Спасибо вам огромное, я вас очень каждого ценю и благодарна каждому из вас. Итак, давайте посмотрим вашу ситуацию с этой женщиной. В какой энергетике она сейчас проходит, в какой энергетике вообще ваша ситуация, что сейчас меняется. Дорогие мои, напоминаю о том, что данный второй расклад общий. Для записи на персональный второй расклад, пожалуйста, пишите в Вайбер, Телеграм, Ватсап. На телефонные звонки отвечаю по предварительной договоренности в оговоренное время, которое удобно и вам, удобно и мне. Итак, в какой энергетике она проходит, что сейчас случилось между вами. Знаете, вот сейчас в жизни этой женщины есть мужчина, о котором она постоянно думает и испытывает к нему определенные чувства. Возможно, они вместе с ним работают или как-то пересекались по работе. Но если вы знаете хоть что-то о женщине сейчас, то ни в ее личной жизни, ни в ее работе сейчас не сладко и очень нелегко. Если же вы не имеете никакого доступа к ней, не имеете никакого контакта, вообще не знаете, что в жизни происходит, абсолютно сложный, тяжелый, кризисный такой период выходит. И ей очень нелегко, очень напряженный сейчас у нее период в жизни. Даже внешне она стала хуже выглядеть, как бы ни старалась здесь прихорашиваться. У нее чувства идут к двум людям, к двум мужчинам. Один из этих мужчин – это вы. Но вы сейчас как будто, знаете, закрылись, отвернулись от нее. И вам на ее чувства, предательства, обманы, интриги уже как-то, знаете, ну уже не ведетесь так, как раньше. Уже не проявляете себя вот таким вот образом, как вели раньше. Не пытаетесь ситуацию так судорожно, там, не знаю, быстро поменять, как вот было поначалу, что все-все-все-все пропало, там нужно что-то делать. Как-то сейчас уже немножечко как попустили вас вот такие чувства, уже как-то вот начинаете смотреть это все, ну скажем так, взглядом со стороны. Как она себя будет вести, как будет меняться ситуация. Вот как-то именно в таком духе. У кого-то из вас женщина могла предлагать вам только дружбу или намекать на то, что ваши отношения будут в каких-то границах. Но вам лично это, ну знаете, неинтересно что ли. Вы уже не мальчик, чтобы ходить, гулять там за ручку, как школьники. Или чтобы там просто дружить, общаться или все остальное. Или как-то вот такое периодическое проявление, опять отстранение и все остальное. Как бы для вас это неинтересно. То есть если поначалу, когда вы входили в эти отношения, вы думали о том, что все-таки ситуация может как-то поменяться, что здесь что-то может быть по-другому и женщина может повести себя по-другому в каких-то ситуациях, то сейчас вы как бы понимаете о том, что она ничего особо не меняет, ситуация между вами не меняется. И как бы ну вам тоже такое не надо. Там периодические проявления, ее манипуляции. У кого кто-то из вас ей дает какую-то помощь, деньги там, подарки, какое-то, ну не знаю, выручку какую-то ей. Но с вашей стороны вы понимаете о том, что надоело, так как есть я не хочу. Особенно если здесь проходят обманы, интриги какие-то, ситуации, где женщина находится еще в каких-то отношениях, либо вы знаете еще о каком-то мужчине или то, что она может еще с кем-то общаться. Вам это уже просто-напросто надоело. Раньше вы за ней ухаживали, всю душу открывали. А на ее такое отношение, поведение, знаете, вот которое вот сейчас, вы закрылись. Потому что как-то, вот знаете, стали смотреть на ситуацию по-другому. Стали как-то все переосмысливать. Раньше у вас к ней были сильные чувства. Как-то вот все, не могу, вот только моя женщина, хочу, чтобы была только со мной. Я тут добьюсь любой ценой, и вот просто-напросто и ни с кем кроме меня не должна быть. Но сейчас все подутихло. Какие-то слова, действия, поступки, опять же, измены, интриги, обманы, коварства. Вот что-то такое с ее стороны могло произойти, что вам, знаете, как немножко, как глаза так приоткрыло. И при этом, при всем, вы понимаете о том, что почему я о ней еще думаю, почему я о ней еще страдаю. Ведь то, что она сделала, то, как она себя ведет, там, поведение, поступки и как бы все с ее стороны показывает о том, что ее давно уже нужно было там помахать платочком, если это сказать, слушай, все, пока, давай, до свидания. Но у вас все равно вот эта боль, обида, разочарование в душе все равно накопились. И сейчас, знаете, она и за вас думает, и за какого-то мужчину. У многих из вас, у женщины есть второй мужчина. Опять же, проигрываю, может проиграться не у всех, второй расклад общий. Опять же, повторюсь, если хотите более какой-то конкретики именно за свою женщину, именно за ситуацию с ней, пожалуйста, пишите. Профессиональный второй расклад для этого как раз и предназначен. Озвучиваю здесь несколько энергетик, которые проходят. Каждый должен услышать именно свою информацию. Вот опять же, повторюсь, у многих из вас, у женщины есть второй мужчина, которого она рассматривает. Он либо женат или еще в каких-то отношениях находится. И у него с ней, знаете, он ее рассматривает как такие, как легкие отношения с ней. Особенно, я же говорю, это с его стороны, вот такая вот легкость, непринужденность. То есть особо ей ничего не обещают, особо ей не говорит, как бы ничего. Он не собирается оставлять свою семью, если этот мужчина жена. Терять свой статус или как-то лисать под ее дудку. Как-то решать ее проблемы. Если вы знаете о том, что женщина вышла замуж за этого мужчину и находится с ним в браке, то мужчина, который не берет за нее какую-то ответственность, не решает ее проблемы. То есть не делает ее жизнь вот таким вот образом, как она здесь думала. Что, знаете, как розовые очки спали и пришла какая-то реальность. Разочарование, переживание, страдание. Ощущение того, что просто-напросто, ну как-то, знаете, из пустого в порожнее. Толком ничего в жизни не поменялось. Все как было, знаете, умеренно, стабильно, так оно и есть. И при этом, при всем, знаете, как-то она думает сейчас и за вас, и за него. Опять же, если мужчина женат, и она у него проходит как любовница, он не собирается бросать свою жену и уходить к ней. Очень много с ее стороны, в сторону того мужчины потрачено силу в пустую. У них намечается разрыв, потому что она для него очередная женщина, особенно если он женат, потому что семью бросать он не будет. У них идет завершение отношений, но она продолжает надеяться. Хочет, чтобы у них продолжались встречи, продолжались отношения, там, семья, стабильность. Да, вот что-то такое вот идет. И быть его основной женщиной. Или то, что рядом с ней он поменяется, или то, что уйдет из семьи к ней. Опять же повторюсь, если он женат, она об этом знает. Она знает о том, что там есть другая женщина, либо он проявляет интерес к другой женщине, знаете, и для нее это очень сильно тревожно, и для нее это очень сильно как-то вот переживательно. Ситуация, знаете, такая вот кризисная ситуация, при которой хочется каких-то перемен и изменений. Поэтому сейчас вспоминает именно в вашу сторону, потому что понимает, что сделала какие-то неправильные шаги, неправильные какие-то поступки. Ой, значит, у нее пустые надежды. Особенно, если это касается другого мужчины. Особенно, если касается вот там жизни, там, перемен каких-то. Все идет пустое. У нее больше надежд и чувств к нему, чем у него к ней. То есть он не проявляет такие чувства, такие вот ее посылы, там, рвения и все остальное, как делает это все она. И у нее, как минимум, идет двое мужчин, а то и больше, с кем она общается. Возможно, знаете, как бы такое вот проходит, что может и не только здесь общаться с этими мужчинами, как бы, но какие-то гульки, пьянки, гулянки, подруги, вмешивание третьих лиц также здесь вот проходит. Хочет усидеть на нескольких стульях она. Кого-то она держит про запас. В этом выборе мужчин хочет не продешевить и выйти победительницей. У некоторых из вас женщина пытается удержать материально обеспеченного мужчину своей страстью, любовью. Или, знаете, здесь, кстати, вы можете выходить как материально обеспеченный мужчина, с которого она тут хотела получить по максимуму. Возможно, показывая свою якобы такую бескорыстность, чтобы расположить вас к себе. Опять же, проигрывается вот как бы много людей, поэтому много энергетик проходит. Ей нужно как самолюбие свое удовлетворить. Со стороны другого мужчины, к которому она тянется, чувств нет. А она заинтересована или в его статусе, или в удовлетворении своего самолюбия. Что я получу свое любое ценное. Знаете, это уже такой вот как бы принцип, скажем так. Но при этом, при всем, посмотрите, какие карты, карты как бы на лицо. Особо ничего не меняется. Ничего не получается. Пустое все идет просто-напросто в ее жизни. В деньгах у нее, кстати, идут проблемы. Все пошло под откос. Думает по поводу своего будущего, которое ее так пугает. Она сейчас в мучениях находится. Боится вообще остаться одной и боится постареть почему-то. Для нее все сейчас как катастрофа. У нее, кстати, может быть какая-то зависимость, порог. Из-за чего она действительно может остаться в одиночестве и боится этого. У нее все, знаете, как по кругу идет. Постоянно наступают на одни и те же грабли. Не может выйти из тупика. Хотя очень хочет, но не получается. Как она, что же она все-таки в вашу сторону думает? Либо будет ли она что-то как-то действовать? Вообще, какие мысли именно в вашу сторону? Ой, ну слушайте, ну так тяжело, сложно. Хочет к вам проявиться. Хочет к вам выйти на какой-то контакт, на какой-то разговор. Вот прервать вашу какую-то молчанку, разрыв, прекращение отношений. Выйти как-то на связь, выйти как-то на разговор. Потому что, знаете, опять же повторюсь, боится остаться одной. Боится то, что здесь как-то эти отношения прекратятся вообще. То есть то, что вы поставили здесь окончательную точку. В принципе, на подсознательном уровне, если так вот смотреть, знаете, она рассматривает вас как мужчину, к которому, в случае чего, она сможет прибежать, и вы ее все-таки примете. Знает она рычаги воздействия на вас. Знает, как правильно за ваши струны души так потянуть, чтобы вы снова растаяли. Опять же, проявление с ее стороны будет. Сейчас она в таком вот кризисе, в таком тупике, знаете, что сама не знает, как правильно поступить. Сама не знает, как выйти из какого-то тупика. Но проявится с каким-то вот просто-напросто, как ни о чем. Знаете, прощупать почву, скажем так. От этого вы будете решать, от этого вы будете думать, что делать дальше. Либо входить в эти все отношения, идти снова вот как бы по тому же кругу, либо же полностью ставить в этом всем точку. Напишите в комментариях, как вы поведете, если она проявится. Интересно будет почитать именно ваше мнение. Давайте традиционно, как всегда, посмотрим совет карты высших сил для вас. Что вам советуют карты? Карта выпала, восьмерка огня. Карта восьмерка огня говорит о том, что пора сказать да тому, что пришло, открыть новое, окунуться в неизведанное. Восьмерка огня говорит вам о готовности. У каждого проходит этот совет по-разному. У кого-то карта говорит о том, что пришла пора для того, чтобы идти в новое, в новое отношение, в новое какое-то вот развитие ситуации, в новое какое-то состояние такое. То есть пора уже действовать, пора идти в перемены, потому что скоро у вас перемены эти начнутся. У кого-то проигрываться, опять же, кто ждет бывшую, кто там все-таки настроен именно на отношения к ней. Готовности сказать «да» ей, то есть готовности к тому, чтобы ее принять, снова войти в эти отношения. Опять же, Тарора склад общий, у каждого проигрывается свое. Не, как вам сказать, каждый должен здесь принять именно свое решение и принять свой выбор. Напишите в комментариях, кто все-таки скажет «да» новому, а кто все-таки пойдет снова в старое. С вами была я, Катерина. Надеюсь на подписку на канал после данного видео. Я вам очень благодарна за просмотр. Пока-пока.